Волгоград 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 Своей работой будем дополнять все данные, детализировать. Для реализации поставленных целей представители Всероссийского общества «Окраны памятников истории и культуры» объединились с юноармейцами и волонтерами Победы. У представителей каждой из этих организаций особая роль в общем деле. Для Волгоградского оригинального отделения движения волонтеров Победы уже не ново ухаживать за местами воинской славы, за воинскими захоронениями. Поэтому наша роль в данном проекте будет, конечно же, включаться в установлении табличек с QR-кодами с информацией о самом памятнике, о самом воинском захоронении. Для юноармейцев это непростой проект. Мы будем проводить огромную работу в архивах, будем искать исторические документы, которые будут нам помогать восстанавливать память, восстанавливать хронологию событий, произошедших в данном месте. Главная задача проекта – предоставить как можно больше информации о героях Великой Отечественной в доступном формате. Очень важно, чтобы история героического, боевого и трудового прошлого жителей нашей страны стала доступна для всех, чтобы представители каждого последующего поколения продолжали хранить память о подвигах своих предков. Серьезные и сосредоточенные воспитанники Волгоградского детско-юношеского центра старательно подписывают открытки. Их адресаты – ветераны Великой Отечественной войны. Хотелось бы сказать им спасибо за то, что мы сейчас имеем чистое небо над головой, все у нас хорошо, и испытываю гордость за то, что смогла написать целых два письма. В ближайшие дни фронтовики и друженики тыла, живущие в Волгоградской области, получат эти письма. Юные жители города-героя надеются, что открытки согреют души ветеранов. В каждой семье есть свои герои, и каждого из них затронула война. Я попыталась ложить туда душу, потому что я знаю, как это важно для многих людей, знать, что о них помнят, что их поддерживают, что никогда не забудут. Организаторы акции «Я помню, я горжусь» уверены – детские письма ветеранам станут доброй традицией, и молодое поколение будет помнить об этом святом долге – помнить, чтить и гордиться. Сегодня ночью и завтра днем в Волгограде без существенных осадков. Утром и днем возможен мокрый снег, морозь, дождь. Временами туман, ночью и утром гололедные изморозевые явления. Ветер ночью юго-западный 6-11 метров в секунду. Утром и днем юго-восточный 9-14. Температура воздуха ночью 0, минус 2, днем плюс 1, плюс 3. Новосибирск.